Так, есть еще один сюрприз и с кем мы сейчас его обсудим. Так, это Вильдан Милушев, продюсер. Как раз таки с Вильданом мы сейчас поговорим о женском ток-шоу, которое запускается на каком телеканале? Первый, Крымский Крым 24? Первый, первый, первый. На первом, да. Ну и расскажи, пожалуйста, в чем концепция, что это такое? Привет. Привет. Доброе утро. Привет. Всех секретов раскрывать сейчас мы не станем. Рассказывать, какие у нас заготовлены там интересные моменты, это узнает телезритель, когда уже начнется само шоу в эфире транслироваться. Женское шоу, соответственно, темы женские. Драки будут? Я не знаю, если ты придешь и начнешь, я думаю, в принципе, мы вряд ли откажемся от подобного. Но если вы позовете, тема будет хорошая. Тема будет драка с Сашей. Вот такой и будет тема. То есть, в принципе, женские темы, темы актуальные, темы современности, социальные темы. Сейчас крайне модно говорить и в трендах, естественно, темы феминизма, темы бодипозитива и все эти очень важные околосоциально-женские темы. Вот, я думаю, всех их мы и будем поднимать в том числе. Все будет с наглядными примерами. Но если это бодипозитив, 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 бодипозитив. Нет, ну как, и Крым, в принципе, богат красивыми видами, многокультурный, многоконфессиональный, но также и разнообразный в плане представлений, в плане позиций, в плане мнений. Поэтому есть, я уверен, здесь и те, кто придерживается идеологии бодипозитива, и если они захотят, а мы, я уверен, уговорим их, они придут и, естественно, мы поговорим об этом. У вас недавно был кастинг? Да, недавно он проходил у нас в республиканском пресс-центре. Это был первый кастинг. Мы посмотрели, и стало понятно, что хочется увидеть еще больше. Временными рамками были... Красивых девочек хочется посмотреть, да? Хорошая работа. Я поэтому сюда и пришел, кстати. Спасибо. Отлично, вот как, я должен был дождаться реакции. В общем, да, хочется еще кастинга, хочется еще больше увидеть девушек. Параметры не обязательно какие-то должны быть модельные. Это у нас нет каких-то убеждений, предпочтений, строгих ограничений, ничего подобного нет девушке. И это касается даже тех девушек, кто немножечко постарше возраста. В общем, мы ждем всех, кто готов отстаивать свою позицию, у кого она есть, кто, возможно, уже сформировал определенное мнение и хочет им поделиться, кто видит в себе силы быть дирижером этого шоу, потому как задача не самая простая, это не просто какой-то линейный эфир, где у тебя есть определенная тематика, ты ее строго гнешь. Нет, здесь прям нужно дирижировать этим всем оркестром мнений, гостей, экспертов, которые будут находиться в студии. Куда обращаться тем девчатам, которым захотелось к вам прийти и рассказать о том, что они думают по тому или иному поводу? 20 какого? Так, так, так. В общем, в пятницу. У нас сегодня какое число? 20-е, а это значит 27-е? Нет, 25-е. Плохо считаем, ладно, не важно. В общем, ребят, в пятницу у нас здесь, вот как раз-таки на этой площадке, здесь на площадке утро состоится кастинг, начало в 11 часов, но перед этим нужно звонить по телефону. Все информации у нас, мало того, что транслируются по радиостанциям, радио море, радио Крым, Крым точка, запускаются сегодня еще и ролики по нашим телеканалам Крым 1, Крым 24, и там указан номер для справок, по которому нужно предварительно звонить и записываться. Вы, в принципе, можете перейти к 11 часам, но боюсь, что если будет одновременно наплыв всех желающих очаровательных милых дам, чтобы вы не ждали друг дружку, нужно все-таки войти в наш график, в расписание, чтобы прийти к нужному времени. Ну и, кстати, дорогие телезрители, обратите внимание на экраны, номер как раз сейчас высветился, записывайте, фотографируйте, запоминайте, потому что упустить такую возможность не будет. Ну, я думаю, что любая соцсеть, контакт, фейсбук, вот зашел, смотрел. Да, 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 там везде есть указан этот номер телефона, звоните, и Виктор с удовольствием ответит на все интересующие вас вопросы. Вильдан, кастинг же и дальше проводить будешь ты? Ну да, ну как, ну в смысле? Смотри, мы проверим, сколько девушек придет, и посмотрим, они придут на женское так-шоу или к тебе на кастинг. Да не придут, ой, это... Обраточка, да. Обраточка, лаверды, ладно, хорошо. Что нужно, частый вопрос, что нужно готовить, с чем идти, к чему готовиться? Ни к чему готовиться особо девушке не нужно, то есть каких-то заранее заготовок делать никаких не нужно. Вы приходите, и здесь мы уже в процессе беседы, в процессе собеседования прогона, проб, поймем, насколько вы гармоничны или не гармоничны, насколько это вам нравится, не нравится, и что, каков заложен потенциал, потому что уверен, кто бы ни пришел, не факт, что сразу готовый ведущий влетает и знает, чувствует себя как рыба в воде, знает, как ориентироваться по камерам и все эти нюансы телевизионные. Естественно, то есть всему этому мы будем учить в процессе, но нужно увидеть потенциал, который можно в дальнейшем развивать, с которым можно будет в дальнейшем работать. Тем более, что, насколько я знаю, на секундочку, у ведущих будет несколько, да? Да, возможно, есть такая вероятность. Посмотрим. И сейчас есть у всех. Да, да, да. То есть не факт, что это будет только один человек. Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, кто как себя покажет, давайте посмотрим, кто как себя заявит. Опять же говорю, сейчас уже довольно давно стало трендом писать все, что не попадя в социальных сетях, дико агрессивно зачастую порой выражая свою точку зрения, свое мнение. И вот как раз-таки это одна из тех площадок, телевидение, женское ток-шоу, где вы можете отчасти высказать свое мнение и выслушать еще и другие стороны, которые могут внести некий конструктив в ваше мышление. Вильдан, ну и все-таки речь идет о женском ток-шоу. Я надеюсь, ты понимаешь всю ответственность этого. Да, да, да. Страшно. Слушайте, ребят, ну зато динамично. Посмотрим, что будет. По крайней мере, это обещает быть интересным. Тебе огромное спасибо за то, что пришел в нашу студию. Но нашим телезрителям напоминаю, что сегодня это утро вместе с нами встречал Вильдан Милушев, продюсер нового женского проекта. Ну, да, а мы к тем временем движемся дальше и предлагаем сейчас увидеть сюжет о том, как можно помочь не только себе, но и другим. Вильдан Милушев